Завтра весь мир будет праздновать Всемирный день книг и авторского права. Во многих странах 23 апреля отдают дань уважения книгам, призывая человечество больше времени уделять чтению. Недавнее исследование показало, что в прошлом году в среднем на каждого китайца пришлось меньше 8 прочитанных книг. Свыше 40% взрослых в Китае признают, что мало читают. Сегодня книги людям заменяют интернет и социальные сети. И неудивительно, что многие скептики утверждают, что человечество постепенно утрачивает любовь к чтению книг. Так ли это? Моя коллега Юлия Куц подготовила обзор о том, что и как сейчас читают в Китае и России. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте не согласиться с этим высказыванием. По крайней мере, те цифры, которые у меня есть, говорят о том, что люди по-прежнему уделяют чтению много внимания. Со временем меняются лишь носители информации, но об этом чуть позже, а пока немного об истории самого праздника. Традиции частично пришли из средневековой Каталонии и связаны с древней легендой о святом Георгии, принцессе и драконе. Мужественный всадник на белом коне пронзил чудовище копьем и спас прекрасную девушку из заточения. Благодарность принцесса подарила Георгию книгу, которая с того момента стала считаться символом силы и смелости. В память об этой красивой легенде ежегодно 23 апреля Барселона превращается в одно из самых романтичных мест мира. Женщины дарят возлюбленным в этот день книги, а мужчины – дамам розы. Когда представители ЮНЕСКО принимали решение об учреждении Дня книги, то, конечно же, учитывали традиции разных стран. Но на 23 апреля выбор пал в том числе и потому, что в этот день, в 1616 году, умерли сразу три известных мировых автора – Уильям Шекспир, Мигель Сервантес и Инка Гарселаса де ла Вега. Так, в 1995 году у человечества появился новый праздник. Задача его – популяризация чтения, содействие книгоиздательскому делу и развитию библиотек. Компания Nobworld, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, проанализировала глобальные медиапривычки жителей планеты. То есть, сколько времени они проводят у экранов телевизоров, в интернете и за чтением книг. На основании этих данных был составлен рейтинг самых читающих стран мира. На карте мы можем увидеть, как распределилась любовь к чтению на планете. Голубым цветом обозначены страны, жители которых тратят на книги больше времени, фиолетовым – там, где и вообще почти не читают. Лидером рейтинга стала Индия. Исследование показало, что индийцы тратят на чтение почти 11 часов в неделю. Китай занял третье место. Жители КНР проводят за чтением примерно 8 часов в неделю. Что неудивительно. Последние три года в докладах о работе правительства премьер Госсовет Али Китян призывает граждан страны уделять больше внимания этому занятию. Россия в рейтинге оказалась лишь на седьмом месте. Россияне читают в среднем чуть больше 7 часов в неделю. Что именно читают жители Китая и России? Традиционные онлайн-магазины подвели статистику продаж за 2015 год. Согласно их данным, лидером в Китае стала книга Джоанны Бесфорд «Таинственный сад» – достаточно необычного жанра. Так называемая арт-терапия или раскраска для взрослых. Многие китайцы признали, что это занятие помогает им справиться с ежедневным стрессом. Далее в рейтинге идет роман писателя Халида Хосейни «Бегущий за ветром» и «Замыкает тройку» произведения китайского автора Лу Яо «Обыкновенный мир». По этой книге был снят успешный в КНР сериал, и тут стоит отметить влияние кинематографа на литературу. Многие произведения благодаря экранизации получают вторую жизнь. Для Китая эта тенденция особенно актуальна. Российский топ-3 выглядит следующим образом. Самым продаваемым в 2015 году был исторический детектив Борис Акунина «Планета воды». На втором месте Грегори Дэвид Робертс «Шантарам» и третье место у марсианина «Энди Вейера». Если же говорить о тех книгах, которые должны быть в домашней библиотеке у каждого, то в обеих странах предпочитают классику. В Китае наиболее популярны произведения писателя Цао Сюйциня «Сон в красном тереме». Затем идут сборник стихов 300 танских поэм и роман писателя XIV века Лу Гаунджуна «Троецарствие». Россияне в качестве литературы на века назвали роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, лирику Пушкина и рассказы Чехова. Как видим, классика не выходит из моды, так же, как и чтение книг в принципе. Меняются лишь возможности и способы для этого. Давайте посмотрим, как со временем трансформировались привычки чтения в Китае. Первыми книгами в Китае принято считать появившиеся примерно в восьмом веке до нашей эры бамбуковые и деревянные дощечки Цзянь. До этого для записи иероглифов использовали черепашьи панциря, лопатки крупного рогатого скота и пластины из бронзы. Писать на новом материале оказалось намного удобнее. Из бамбуков вырезали тонкие полоски, текст на них наносили тушью. Готовые дощечки связывали между собой. Такие книги были очень тяжелыми. Сочинение из 30-50 тысяч иероглифов весило около 60 килограммов. Для того, чтобы переложить книгу с места на место, нужно было использовать телеги. Позже для письма стали применять шелк. Но материал этот был слишком дорогим, поэтому пользоваться им могли далеко не все. В 105 году нашей эры китайский сановник династии Хань Цай Лунь изобрел первую бумагу из древесной коры. Этот дешевый и доступный материал позволял производить бумагу высокого качества. И даже сейчас, когда в мире произошла не одна технологическая революция, способы производства бумаги практически не изменились. В основе их лежит все тот же метод, изобретенный Цай Луни. В то же время все большую популярность приобретают цифровые носители информации и электронные книги. Их удобно носить с собой, а внутри такой книги может поместиться целая библиотека. Поэтому сегодня в Китае всюду можно увидеть людей, которые читают с экранов смартфонов, планшетов и электронных книг. То есть все больше и больше людей отказываются от бумажных изданий в пользу электронных. Перевес сил в Китае впервые произошел в 2014 году. И сейчас житель страны в среднем прочитывает на цифровых носителях 3,2 книги в год. Ежедневно китайцы уделяют примерно 34 минуты чтению с мобильного телефона. На данный момент число жителей страны, которые читают книги на смартфонах, составило более 120 миллионов человек. Общее количество электронных книг, которые прочитали китайцы в 2014 году, приблизилось к полутора миллиардам. Если всем этим изданиям вернуть бумажный вид и выстроить в ряд, то это было бы 8 окружностей экватора. А если посчитать деревья, потраченные на производство бумаги, то можно было бы озеленить два Пекина. Впрочем, традиционные издания в Китае тоже имеют немало сторонников. Популярными становятся круглосуточные книжные магазины, библиотеки на колесах и специальные автоматы, которые выдают книги. Анализ розничного рынка в Китае за 2015 год показал, что объем продаж книг увеличился почти на 13% и составил около 10,5 миллиардов долларов. Одна из книжных сетей, компания Сан Лянь Тау Фэнь, в прошлом году решилась на открытие второго круглосуточного магазина в Пекине, так как результаты работы первого превзошли все ожидания. За 2014 год магазин принял более 280 тысяч покупателей, на 68% больше, чем годом ранее. Прибыль от продаж увеличилась на 130%. В России пока в принципе более популярные бумажные издания. Объем книжного рынка по итогам 2015 года вырос примерно на 5% и составил 1,2 миллиарда долларов. Но цифровые аналоги тоже набирают обороты. По данным исследовательских компаний, за последние три года потребление электронных книг россиянами выросло на 31%, а печатных упало на 9%. Эксперты делают большую ставку на развитие рынка электронных книг. На графике можно увидеть, какими темпами растет объем продаж электронных книг. К 2017 году ожидается рост этого рынка до 1 миллиарда рублей. Таким образом, мы видим, что не только чтение остается одним из наиболее популярных занятий в большинстве стран мира, но и книгоиздательское дело, а также производство электронных форматов является прибыльным и перспективным бизнесом. На этом у меня все. Передаю вам слово коллеге. Спасибо, Юля. Спасибо за эти цифры и анализ. Люди читают, изменились только носители информации. Это происходит и в Китае, и в России. Какова ситуация во Владивостоке, знают наши коллеги с ОТВ «Прим». На связи Владимир Клюшников. Владимир, здравствуйте. Вам слово. Во Владивостоке спрос на книги не падает, а скорее наоборот растет, констатируют специалисты сети городских библиотек. Только за прошлый год количество подписчиков здесь выросло на 12% и теперь составляет 91 тысячу человек. Хотя, конечно, в первую очередь современных читателей интересует доступ к фонду электронных книг. Тем не менее, и бумажные носители горожанами востребованы. Вот что они об этом говорят. Бумажную книгу приятно держать в руках, приятно перелистывать страницы, которые немного еще пахнут этой печатью. И намного лучше погружаешься в атмосферу книги. Я поэтому всегда электронной книге предпочту печатный вариант. Перспектива стать исключительно знаковым раритетом, например, как виниловая пластинка, книге не грозит, уверены библиотекари. Сейчас мода на чтение снова возвращается. Обычные книги пользуются спросом во Владивостоке не только у поклонников бумажного осязания, но и у специалистов разных отраслей. Узкоспециализированная литература в печати, как правило, появляется раньше, чем в интернете, рассказывают работники библиотек города. Стоит отметить, что в библиотекарях Владивостока сейчас не только люди почтенного возраста, как было еще лет пять назад. Эта профессия стала интересна молодому поколению. У нас рост молодежной аудитории как раз из-за того, что мы начали комплектовать свои фонды именно литературой нонфикшн, связанной с отраслевой деятельностью, с психологией, с маркетингом, с какими-то там интересными событиями, с путешествиями. Это не художественная литература. Молодежь – это номер один у них сейчас по популярности именно вот этот раздел. Молодежь считает трендовое, молодежь считает известное. То есть то, что мелькает либо в лекциях по зарубежной литературе, то есть Хемингуэй, Стейнбек, какая-то классика зарубежная, она не выходит, в принципе, из обихода. Старшая школа, что интересно лично мне, они уходят в классику. То есть я никогда не думал, что будут брать Пушкина, Грылова, там еще что-то такое. Причем вне рамок программы и для себя в том числе. Пока будут хорошие книги, их будут читать. И значит, у библиотек и книжных магазинов будет работа. Коллеги, вам слово. Спасибо, Владимир. Спасибо за рассказ о том, какими способами российские библиотеки привлекают молодежь к чтению именно бумажных книг. В Китае же в ситуации, когда по результатам опросов почти 60% респондентов предпочитают пользоваться электронными книгами. Эта проблема стоит довольно остро. С новыми вызовами сталкиваются книжные магазины. Им приходится кардинально менять формат работы, чтобы оставаться на плаву. Наш корреспондент узнал, какие способы позволяют им сохранять конкурентноспособность. Сюда приходят не только для того, чтобы купить книги, а затем, чтобы почитать, отдохнуть и просто хорошо провести время. Для этого есть и всё необходимое. Уютная обстановка, читарьный зал, кафе, ла-лиги с сувенирами. Часто проходят презентации новых книг и встречи с известными писателями. «Мне всё здесь очень нравится – атмосфера и сам набор книг. Мы часто приезжаем сюда с друзьями, заказываем курсы, читаем книги, обсуждаем их. Я тут прямо душой отдыхаю». «Я живу неподалёку, часто сюда заглядываю. Здесь очень интересные мероприятия проводят». Как говорят владелицы, это не просто магазин, а скорее культурная площадка. Поэтому и стараются сделать всё, чтобы люди больше читали и больше общались. Для этого создано мобильное приложение, через которое очень удобно слушать аудиокниги, читать статьи, просматривать видео и оставлять свои комментарии. Весь контент создают сами сотрудники. «От традиционных книжных магазинов наш отличается тем, что мы создаём пространство для обмена идеями, мыслями и концепциями. Мы регулярно приглашаем известных деятелей культуры, устраиваем встречи с читателями. Например, в прошлом году к нам приезжал лауреат Нобелевской премии Мо Янь и общался с посетителями на тему современной литературы. Посетители с удовольствием приходят на такие беседы». «Этот книжный магазин не только продаёт, но и занимается публикацией книг. Например, вот эта книга из серии, которая называется «Данду» в переводе на русский «Мы читаем». Выходит каждый два месяца. В ней писатели публикуют стадии на демы, которые больше всего интересуют читателей. Чтобы узнать предпочтения, проводят опросы в интернете». Такие книжные магазины есть и недорого в Бикини. В Харпине Большой Побляр на всё пользуется Дом книги имени Коколя. Там можно не только узнать всё о литературных новинках, но и послушать классическую музыку или стать участником ветерочтения на тему культурных обменов между Китаем и Россией. Для любителей литературы созданы максимально комфортные условия. Интерьер оформлен в стиле неоклассистизма. Изящные мебели, светлые оденьки, плакоротный декор, присущий к концу 19 века. «В современных условиях, когда появляется всё больше онлайн-магазинов, нам нужно стараться предлагать посетителям что-то новое и неожиданное, создавать необычную атмосферу, предлагать больше разнообразных услуг. В нашем книжном принято проводить досуг, у нас бывают интересные мероприятия, а можно просто спокойно посидеть в читальном зале, отдыхая от городской суеты». Стремительное развитие рынка электронных книг приводит к усилению конкуренции. По статистике, за последние 10 лет в Китае закрылось почти половина традиционных книжных магазинов. Но владельцы оставшихся уверены, если есть вызов, значит, есть и шансы для развития. Просто нужно найти новую форму, которая окажется более привлекательной и жизнеспособной.